Здравствуйте! В информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. На день голосования и зарегистрированный по месту жительства на территории Приморского края. Информацию о своем избирательном участке вы можете получить по телефону, на сайте избирательной комиссии Приморского края или с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок». Голосование продлится с 8 до 20 часов. У нас есть 12 часов, чтобы сделать свой выбор. Избирательная комиссия Приморского края приглашает вас принять участие в выборах. Очередная отправка юношей в ряды вооруженных сил состоялась во вторник 11 декабря. Так завершилась призывная кампания 2018 года. Сколько человек отправились защищать родину, какие войска выбирают призывники, расскажем далее. Служба в армии – почетная обязанность каждого гражданина мужского пола в нашей стране. Ежегодно в ряды российской армии отправляются молодые люди от 18 до 27 лет. С начала призывной кампании этого года 27 дальнегорских ребят отправились на службу. Еще 14 были призваны 11 декабря. «Таких больших новшеств не было. В принципе, этот год никаких таких изменений нет. Сегодня у нас состоялась очередная отправка. Отправили 14 человек. В принципе, в общем, призыв проходит организованно, без каких-либо эксцессов. Основная масса добросовестных людей прибывают по повесткам военкомата». Прежде чем отправиться в ряды российской армии, юноши встают на воинский учет. По достижению призывного возраста получают повестку и проходят медицинскую комиссию, которая выносит решение о годности к службе. Также учитывается желание будущего военнослужащего, в каком роде войск служить Отечеству. «Большое количество желает служить в военно-морском флоте. Но оно и понятно, в принципе, мы находимся, приморский край наш, на море, поэтому у многих специальности связаны с морем, поэтому, тем более, что служба также 12 месяцев, что в сухопутных войсках, что в военно-морском флоте. Поэтому желание по возможности учитывается, все зависит от того, какая категория годности вынесена военно-врачебной комиссии. И если человек не имеет противопоказаний к службе в МФ, всегда люди идут ему навстречу. Также это решение и призывной комиссии нашей, и краевой призывной комиссии, которую они проходят после прохождения медицинского освидетельствования там, в краевой военкомате. Поэтому прислушиваются к мнению призывника». Немаловажным фактором при направлении в военные части призывников является наличие документов о средне-специальном или высшем образовании водительского удостоверения, которые говорят о том, что молодой человек обучаем и уже имеет определенный жизненный опыт. «Сейчас же техника, сами понимаете, сложная, много электроники. Естественно, предпочтение дается лицам, у которых есть среднее профессиональное, либо высшее образование. Естественно, эти люди, будем говорить, на особом счету. Поэтому в первую очередь нельзя сказать, что остальные не призывают. Всех мы призываем на службу, у кого нет официальных отсрочек и освобождений. А уже распределение по должностям, естественно, проводят на основании изучения данного человека, подходит ли он по своим результатам профессионально-психологического отбора на ту или иную должность». Отсрочка от службы в армии возможна, если молодой человек является студентом высшего или среднеспециального учебного заведения, либо по состоянию здоровья. Все рассматривается индивидуально, однако уклонение от службы в вооруженных силах не только преследуется законом, но может неблагоприятно отразиться на будущем молодого человека. «Есть, конечно, категория граждан, так называемые, которые находятся в розыске. Пользуясь случаем, хочу сказать, что еще есть время у нас, призыв осенний, длится до 31 декабря, чтобы люди пришли на призывной пункт военкомата. И сразу хочу напомнить, что согласно федеральному закону о воинской обязанности военной службы, граждане, достигшие 27-летнего возраста и не служившие в армии решением призывной комиссии, признаются гражданами, не служивших в вооруженных силах, не имеющие на то законных оснований. Это те лица, которые не было законных оснований для предоставления отсрочек или освобождения от призыва. В данной категории граждан после вынесения решения выдается справка взамен военного билета и, естественно, они не смогут проходить службу в силовых структурах, работать на предприятиях муниципальных, во власти, будем говорить, то есть дорога для них закрыта». Российская армия всегда считалась опорой государства и сегодня эти мальчишки едут служить своей родине, а вместе с тем набираться мужества, приобретать новые знания. Пожелаем им удачи и легкой службы. Традиционные новогодние губернаторские подарки доставлены в Дальнегорск в понедельник 10 декабря. Закуплены Департаментом образования и науки Приморского края за счет средств краевого бюджета. Губернаторские подарки предназначены всем детям в возрасте от 3 до 7 лет. Родители тех ребят, которые не посещают дошкольные образовательные учреждения, могут получить подарки в Управлении образования. «Учащимся начальных классов, то есть с 1 по 4 класс через общеобразовательные учреждения. Также подарки получат воспитанники краевых государственных учреждений, это Детский дом села Сержантово и Краснореченская аккредитационная школа-интернат». Губернаторский подарок собран из изделий Приморского кондитера. В нем большое разнообразие любимых шоколадных конфет от местного производителя. Карамель, шоколадка с морской капустой. Вес одного подарка 650 граммов. «Буквально сегодня вот уже начали выдавать, поэтому те новогодние утренники, которые пройдут и в школах, и в дошкольных учреждениях, как раз дети от Деда Мороза и получат такой приятный подарочек сладкий». Выдача подарков начнется совсем скоро. Всего в Дальнегорск доставлено 4055 штук. Субтитры создавал DimaTorzok заявление можно подать в любом многофункциональном центре Приморского края, в любой территориальной избирательной комиссии или через единый портал Госуслуг, а с 5 по 12 декабря в любой участковой избирательной комиссии. Внимание! Если вы подали несколько заявлений, учитываться будет только первое. Всю информацию, связанную с вашим участием в голосовании, можно получить по телефону или на сайте избирательной комиссии Приморского края. Каждый голос важен. В Центральной городской библиотеке имени Ксении Богатской открылась выставка, посвященная новогодним открыткам. Подробности в следующем сюжете. История новогодней открытки началась с традиции праздновать Рождество. Первыми изображениями были христианские мотивы. Гравюры стоили очень дорого и продавались священниками и паломниками. Традиция дарить друг другу открытки появилась в Англии. В 1794 году английский художник Добсон нарисовал первую рождественскую открытку и вручил ее получателю лично в руки. На ней была изображена счастливая семья возле елки и зимний пейзаж. Первая в мире новогодняя открытка, произведенная промышленным способом, увидела свет в канун 1843 года. Идея принадлежала английскому государственному деятелю Генри Коулу. Он попросил своего друга, художника Джона Хорси, нарисовать его семью за рождественским столом. На картинке было написано веселого Рождества и счастливого Нового года. В дальнейшем эти пожелания стали традиционными. И именно с этого момента началось активное распространение новогодней открытки. Впервые в России именно открытки выпускать начало общество Святой Евгении. Они первые издали иллюстрированные именно открытки. Устраивали конкурсы среди известных художников. Воснецовым, Бенуа, Маковским. И эти открытки издавались большими тиражами. Быстро эта традиция разошлась по России. Русские новогодние открытки отличались особым изысканным стилем. Для них было характерно золотое тиснение с искрящимся белым снегом, сделанным из сборной кислоты. Деловые открытки подразумевали простой, строгий стиль. Октябрьская революция остановила немножко этот процесс дарения открыток к Новому году. До 1939 года даже у известных коллекционеров сложно найти открытки новогодние и рождественские. Тем более рождественские. А во время войны эта традиция вернулась. Издательство искусства стало выпускать открытки поздравительные с Новым годом. Единственное, что они их делали в двух тонах, черных и красных, для того, чтобы быстрее все это печаталось. Открытки эти отсылали на фронт. Там были изображены, например, Дед Мороз с метлой или с автоматом, военная техника. Все эти открытки вели к тому, чтобы как бы с дома прислать привет перед Новым годом, чтобы помнить, что о них помнят, о военных. Массовый выпуск новогодних открыток пришелся на послевоенное время. На многих карточках появились подобные надписи. Новогодний привет героическим защитникам Родины. А новыми героями изображений стали портреты тех, с кого следовало брать пример. Шорс, Чапаев, Котовский. Все, наверное, помнят, как дарили у нас в стране к Новому году. Подписывали по 20-30 открыток всем родственникам, знакомым, друзьям. Известные художники рисовали. Все, наверное, знают открытки с зайчиками, с зверюшками, написанные за рубиным. Эти открытки были уже фото, там были всякие натюрморты с игрушками, с елочными украшениями, с веточками еловыми. В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство. Характерными изображениями того времени стала космическая тематика. Дед Мороз сменил традиционную елку на ракету. В 90-е вновь стали популярными рождественские открытки. Новые изображения чередовались с улучшенными версиями дореволюционных. С развитием новых технологий компьютерных появились уже новые открытки, виртуальные, которые ты можешь сам использовать, свои знания, умения и способности. Есть готовые открытки с поздравлением. В магазинах очень много разнообразных ассортиментов этих открыток, сразу уже подписанных. Единственное, что, конечно, у нас сейчас мы очень редко отправляем такие почтовые открытки. Остались, может быть, единицы людей, которые не забывают эту традицию и посылают открытки по почте. Очень много посылают сейчас виртуальные, через электронные системы. Сейчас в последнее время вернулось у людей желание создавать открытки своими руками, как и новогодние, и к Рождеству. Но тут уже богатая фантазия людей, кто как хочет. Хотелось бы, конечно, чтобы все равно не забывалась эта традиция, потому что очень приятно получать открытки. И, наверное, может быть, кто-то еще помнит, что раньше это в коробочку собиралось, хранилось, перебиралось. У нас, конечно, мы об этом уже забыли. Своими глазами увидеть открытки разных форматов и эпох можно в холле Центральной библиотеки имени Ксении Богатской. Выставка будет работать до конца текущего года. 22 декабря в спортивной школе «Границ» состоится первый общегородской чемпионат ползунки-ходунки. Организатором соревнования стал Центр творчества на селе-села Сержантово. Принять участие в мероприятии могут семьи, имеющие малышей до трех лет. Целевая аудитория – это дети от 6 месяцев до 3 лет, включительно на 22 декабря. В преддверии Нового года хочется, чтобы каждый ребенок ощутил этот праздник. Но дети, которые в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, они практически у нас не задействованы нигде. Поэтому было решение провести такой чемпионат. Каждый ребенок, концепция праздника такова, что каждый ребенок должен быть одет в Деда Мороза. Пусть это будет шапочка, пусть это будет точно костюм прямо одетый, то есть какая-нибудь атрибутика. Элемент, да? Элемент одежды, да, должен быть обязательно. Каждый маленький участник допускается к соревнованиям в сопровождении не более двух взрослых. Один сопровождающий со стороны старта, второй со стороны финиша. Для групп поддержки и зрителей вход платный – 100 рублей. Нужно прийти с хорошим настроением и еще точно знать, что ребенок ваш действительно уже умеет бодренько бегать. Если вам будет номинация «Попадет шустрике», да? Если вам придет номинацию «Ползунки», значит, вы должны точно быть уверены, что ваш ребенок ползает. Категория «Ползунки» – это дети в возрасте от 6 месяцев до 11. Категория «Ваньки-встаньки» – это дети в возрасте от 11 месяцев до года. Категория «Бегунки» – это возраст от 1,5 лет до 2. И «Шустрике» – от 2 лет до 3. Цель маленьких участников – ползком или бегом в зависимости от категории преодолеть дистанцию длиной 6 метров, за прохождением которой будет следить отдельный арбитр и с помощью секундомера фиксировать время. Какая задача родителей будет в этом конкурсе? Родители могут всячески помогать своему ребенку, то есть могут также встать на полосу препятствий и пройти вместе с ребенком. То есть мама может его завлекать игрушкой, петь песни, включать какие-то любимые мультики. То есть это идея, инициатива только родителей. Как они смогут, так пусть и делают. На это мы не будем обращать внимания. Мы приглашаем всех желающих принять участие в данном чемпионате. Это будет, я думаю, задорно, весело, умилительно. Я считаю, что это грандиозное мероприятие. Заявки на участие в конкурсе уже подали 16 семей. Если вашему малышу от полугода до трех лет и вы хотите испытать свои и его возможности, то этот конкурс для вас. Обговорить все детали и записаться на участие в конкурсе можно по телефону 842-373-395-31. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания, спасибо, что вы с нами. Субтитры создавал DimaTorzok